Давайте сейчас поймем, как это отображение устроено, каковы его динамические свойства. Для того, чтобы это сделать, мне нужно ввести новое понятие. Дальше буду действовать на эту точку в нашем отображении. До какого-то момента эта точка под действием нашего отображения будет попадать. Внутрь полос она объединена, внутрь объединения этих двух полос. И в этом случае все итерации этого отображения объединены. В какой-то момент она пошла впасть вот сюда, в эту среднюю часть. После этого дальше мы не сможем применять наше отображение. Но до тех пор, пока точка попадает в А0 или в А1, мы можем записывать такой протокол. Ввести такой протокол. Вот подействовали один раз в отображении уех, записали либо в нолик, либо в единицу в зависимости от того, куда попали. По 0 или по 1. Потом подействовали еще раз в отображении уех, записали еще одно число, либо 0, либо 1, в зависимости от того, куда попали. И так далее. А еще можем действовать обратным отображением. Понятно, что отображение F обратило, по крайней мере, до каких-то точек X можно найти правообраз. Опять же, можно записывать, когда мы попали в подъездное обратное отображение. И вот весь этот протокол, вся эта последовательность из нулей и единиц, она будет уже теперь бесконечной в обе стороны, называется судьбой точки. Я дам формально ответить. Судьба точек X это бесконечная в обе стороны. Последовательность из нулей, единиц и в розничках. Я буду обозначать эту последовательность таким образом. Омега 0, Омега 1 и так далее, Омега M и так далее. Значит, это ее правая часть. И у нее будет еще левая часть, она будет записываться бесконечно в левую сторону. Она будет записываться так. Омега минус 1, Омега минус 2 и так далее. Вот такая вот бесконечная в обе стороны, бесконечная в обе стороны, последовательность из нулей, единиц и звездочек. И я скажу, что Омега ката равняется единичке. Омега давайте нолику, если F вкатый от P, если F вкатый от P принадлежит А ноликовому. Единичка, если F вкатый от P принадлежит А первому. И звездочка, если F вкатый от P неопределена. Как я говорил, мы можем в какой-то момент, действуя в нашем отображении, мы можем в какой-то момент попасть вот в эту серединку, где отображение неопределено. Ну, в этом случае, значит, мы в судьбе, в соответствующем месте пишем звездочку. Ну и дальше во всех последующих местах. Таким образом, у нас с каждой точкой оказывается связана вот такая последовательность из нулей, единиц и звездочек, которая называется последовательность бесконечной в обе стороны. Давайте поймем, в какой мере эта конструкция понятна. Да, здесь нужно, наверное, пояснить. Я не... Когда я объяснил, что такое композиционная степень, я не сказал отдельно, что значит F в нулевой степени. Подобно тому, как любое число в нулевой степени дает единицу, если вы рассматриваете композиционную степень какого-нибудь отображения, то получается такое отображение, которое никакие точки никуда не двигает. Оно называется традиционным отображением. И по определению я от нулевой степени от X, и это просто X. Для любой точки. Всегда. И это последовательность по определению. Хорошо. Давайте поймем, в какой мере понятно, что такое судьба-точка. Видите, все точки, которые... Например, судьбы... Давайте перебирать. Например, что за множество такое множество точек, у которых в судьбе на нулевой позиции стоит число 0? И это что за множество точек таких? Давайте обратимся к определению. Катый символ в судьбе равняется нулю, если катая итерация F, а катая итерация F под действием отображения F лежит в множестве 1. Еще мы говорили, что F в нулевой от X всегда равняется просто X. Таким образом, вот это наше условие о том, что на нулевой позиции в судьбе стоит число 0, означает, что F в нулевой от P принадлежит оно. Что значит, что F в нулевой от P принадлежит оно? Что? P принадлежит просто оно. Поскольку F в нулевой от P это просто P, значит, условие F в нулевой от P принадлежит оно, это просто означает, что P принадлежит оно. Но давайте я напишу, я в нулевой от f принадлежит a нул, то есть это то же самое, что условие о том, что f принадлежит a нул. То есть нулевая позиция в судьбе просто показывает, что, например, если она равна нулю, то это просто показывает, что мы находимся в нулевом времени, то есть в начальном времени, что мы находимся вот здесь, в a нул. Хорошо, если нулевая позиция в судьбе равна единице, то это что значит? Значит, f от f принадлежит тогда какому нул? a1. Или что то же самое f принадлежит? a1. Тоже a1. Отлично. Это пока понятно. Хорошо, теперь более интересный вопрос. Если я хочу отметить множество точек, которые обладают таким свойством. На нулевой позиции в судьбе стоит 0, и на первой позиции в судьбе стоит, например, тоже 0. Что это будет за множником? Давайте обратимся вот к этой картинке. Во-первых, когда я сказал, что на нулевой позиции в судьбе стоит 0, я уже сказал, что меня интересуют только точки из вот этой полосы. Но я потребовал больше. Я потребовал, чтобы еще и на первой позиции в судьбе тоже стояла волна. Что это значит? Это значит, что меня сейчас интересуют те точки вот этой полосы, которые под действием моего отображения f оказываются снова в этой полосе. То есть те точки, которые из этой полосы не уходят. Вопрос, что это за точки такие? Квадрат. Квадрат что? Левая одна девятая. Левая одна девятая, да. То есть это такая вертикальная полоска, у которой ширина одна девятая. Давайте поймем, почему это так. Давайте посмотрим. Значит, что у нас происходит со всей этой полосой под действием нашего отображения. А эта полоса, как вот здесь нарисована, она превращается в вот такую горизонтальную полосу. А теперь, нас интересуют те точки вот этой горизонтальной полосы, которые одновременно принадлежат и вот этой полосе А. То есть нас интересуют вот эти точки. Или давайте я вот эти картинки отмечу в этой квадрате. Нас интересует вот этот квадрат. Да? Да? Но, то есть нас интересуют те точки, которые, которые под действием одной итерасы нашего отображения, то есть когда мы применили отображение R, оказались вот здесь. Но для того, чтобы оказаться вот здесь, мы должны быть, мы должны быть где? Значит, что это за множка заходит? И это множка, которая получилась... Вот этот квадратик, это множка, которая получилась таким образом. Мы взяли вот эту полоску и поделили ее на три части. Первая, вторая, третья. Значит, вот эта полоска является образом нашей вот этой полоски А. А левая треть вот этой полоски является образом левой третьей вот этой полоски. Это означает, что интересующее нас множество вот такое. Это множество точек, у которых омега 0 равняется 0 и омега 1 равняется тоже 0. Давайте проверим. Значит, давайте посмотрим на вот эту полосу. Что с ней происходит, когда мы будем действовать на нее в нашем отображении? Во-первых, она вот так сожмется. Ну и не страшно. А еще она в три раза растянется. Когда она в три раза растянется, она превратится вот в какую вот длинненькую полосу. А вот эта полоса А. Соответственно, вот эта маленькая полоска длины, на которой ширина 1-9, превратится вот в какую полоску, которая ширина уже будет равняться одной третьей. И как раз эта полоска, вот эта вот штука закрашена, это как раз ровно все точки, которые принадлежат одновременно вот этой горизонтальной полосе, которая является образом А. И вот этой вертикальной полосе, которая является просто А. То есть действительно, вот эта наша маленькая полоска действительно то, что мы хотим. Это множество всех точек, у которых первые две точки, первые два символа в судьбе – это ноль и ноль. А как? Это с одной стороны момент простой, а с другой стороны важный. Если у вас сейчас есть вопрос, то лучше задайте. А как устроено множество омега-0 равняется нулю и омега-1 равняется единице? Просто справа у меня появилась в классе. Значит, давайте посмотрим. Что значит, что у нас омега-0 равняется нулю и омега-1 равняется единице? Это значит, опять же, что мы рассматриваем вот эту полосу. Но в ней нужно выбрать кусочек, который будет соответствовать чему вот на этой картине. Значит, он будет соответствовать вот этому квадратику. Потому что вот этот квадратик – это как раз те самые точки, которые оказываются вот здесь. Которые оказываются в ааде. Вот это условие, что омега-1 равняется, означает, что мы хотим, чтобы образ нашей точки оказался бы в полосе А1. Значит, мы хотим вот эти точки рассматривать. Если мы хотим рассматривать вот эти точки здесь, то на этой картине им соответствует вот такая полоса. Вот такая картинка. Значит, вот эта, вот эта вертикальная полоса – это полоса, у которой омега-0 равняется нулю и омега-1 равняется единице. Это те точки, которые находятся в А0, а под действием нашего отображения оказываются в А1. Ну, тогда скажите, а если я потребую теперь, чтобы омега-0 равнялось бы единице, а омега-1 равнялось бы нулю. Это что нам нужно такое? Значит, я должен вот в этой правой полосе выбрать левую, выбрать левую, выбрать левую, да. Получается вот такая. Значит, это судьба 1-0. Судьба, которая начинается с 1-2. И, соответственно, вот эта часть – это судьба, которая начинается с 1-1. Согласны ли вы? Не кажется ли вам эта картинка знакома? Мы делали ровно эту самую штуку, когда сейчас обсуждали кантеровое множество. На самом деле, я думаю, что если вы сейчас внимательно посмотрите дальше на те действия, которые мы сделали, то вы увидите, что если я теперь задам вопрос о том, как устроено множество, у которого судьба начинается с символов, например, 0-0-0 или любую другую последовательность из трех символов 0 или 1, я напишу. Мы получим точно такие же полосочки, лежащие над соответствующим отрезком вот этой штуки. Над соответствующим отрезком, который мы здесь определили. Но, собственно говоря, потому что каждый раз происходит одно и то же. Мы каждый раз выбираем из тех точек, которые у нас есть на предыдущем шаге, мы выбираем либо правую треть, либо левую треть. Потому что правая треть, по действиям нашего отображения, переходит в не правую треть из большого отрезка, а левая треть переходит в левую треть нашего отрезка. Поэтому конструкция будет совершенно аналогичной. Согласны? Хорошо?